Блюдо понедельника. Перцы, фаршированные диетической индейкой и кабачком. Знакомая классика в ЗОЖ-варианте. Блюдо вторника. Стейк из индейки с запеченным ботатом и томатной сальсой. Яркое и полезное блюдо. Блюдо среды. Утенок табака с гарниром из фасоли и орехов. Отличный способ разнообразить меню. Блюдо четверга. Котлетки из индейки, запеченные в духовке с пюре из горошка с мятой. Теперь вы будете готовить на обед только их. Блюдо пятницы. Плов из цветной капусты с бужениной из индейки. Звучит загадочно, но вкус будет волшебный. Пора готовить. Перцы с фаршем из индейки с кабачком в бульоне с помидорами и аджикой. Для рецепта необходимы цукини, лук, томаты, перцы, яйца, лавровый лист, аджика, соль, перец и фарш из индейки. Для начала на крупной терке натираем лук и цукини. Лук и чеснок главные овощи зимнего периода. Не стесняйтесь добавлять их побольше, и тогда вы не будете болеть. Туда же трем цукини. Наш сочный овощ. Прямо с кожурой. Чем больше зеленых овощей и фруктов в вашем рационе, тем для здоровья лучше. Теперь к овощам добавляем фарш из индейки, столем и перчим. Также в фарш пойдет одно сырое яйцо. Осталось все хорошенечко перемешать. Яйцо нужно, чтобы скрепить наш фарш, чтобы он был плотным и вязким. Следующий шаг подготавливаем бульон. Нарежу кубиками красные томаты. Расправили с томатами. Отправляем их в миску. Туда же добавляем 2 чайные ложки аджики. Специи это реальный суперфуд. Они даже заменяют ферменты из аптек. И улучшают пищеварение. Добавляем 3 листика лаврушки. Лаврушка показана детям практически с рождения. Содержащиеся в лавровом листе вещества отлично борются с паразитами. А вы знаете, как маленькие дети любят все тянуть в рот. Возьмем половину графиноводы. Бульон готов. Займемся перцами. Я срезаю с них верхние крышки. Они нам еще пригодятся и очищают семя. Главный источник витамина С не апельсины с лимонами, а как раз красный перец. Витамин С один из главных витаминов для поддержки нашего иммунитета. Более того, он очень благотворно влияет на здоровье наших сосудов и даже на здоровье десен. Его, конечно, лучше есть в сыром виде, но мы его будем термически обрабатывать, потому что зимой очень важно получать организму теплую пищу. Теперь наполняем перцы фаршем. Вот так хорошо и плотненько. И выкладываем в форму для выпекания. Делаем красивый букет. И вот для чего нужны нам шляпки перца. Они пойдут в бульон и дадут ему такой более насыщенный вкус. А вот бульон из томатов, которым мы заливаем нашу форму. Важно, что мы именно запекаем, а не варим перцы, потому что вареные перцы это не очень вкусно и красиво. А вот такие запеченные фаршированные перцы это отличный лайфхак для хозяек. Сейчас мы накрываем формочку фольгой и отправляем в духовку на час. Через час я сниму с формы фольгу и еще 10 минут мы оставим подручку. Микрозелень гороха. В микрозелени чаще всего больше витаминов, минералов и полезных веществ, чем во взрослом растении. А выращивать вы ее можете у себя на подоконнике. Это блюдо можно легко подавать на праздничный стол. И пусть это будет гудбай пати для уходящих килограммов. Приятного аппетита! Стейк из индейки с запеченным ботатом и овощной сальсой. Ну что здесь может быть вредом для фигуры? Ингредиенты такие. Ботат, перец, красный лук, чеснок, помидоры черри, лимон, кинза, петрушка, топленое масло, сушеный чеснок, кокосовое масло, соль, перец и стейки из индейки. Поехали! Для начала смешиваем топленое масло с чесноком и петрушкой. Чеснок нужно сначала раздавить, потом мелко нарезать. Также измельчаем петрушку. Еще один суперфуд. Она укрепляет иммунитет, помогает защитить здоровье глаз и кожи. Кроме того, это богатый источник витамина К, который помогает усвоение витамина Д. А еще петрушка помогает уменьшить неприятный запах изо рта. Вот, например, индусы жуют ее вместо жвачки. Я возьму миску, чтобы замешать полученную зеленую смесь с маслом кхи. Такую хорошую столовую ложку мы кладем в миску. Добавляем мелко измельченный чеснок и петрушку. Теперь подготавливаем стейки. Их нужно выложить в форму для запекания. Смазываем их полученным маслом, зеленым полезным маслом. Вот так, хорошенечко, сверху, прям ложкой. И теперь стейки нужно отправить в духовку на 20 минут при 180 градусах. Пока запекается индейка, мы подготовим батат. Его нужно нарезать на слайсы толщиной где-то 1 сантиметр. Батат, как и морковь, бесценный источник витамина А. А витамин А помогает нашему зрению и слизистому. Батат обладает множеством полезных свойств. Укрепляет иммунную систему. Предотвращает развитие рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Снижает уровень плохого холестерина. Нужно выложить его на противень. Дальше смазать кокосовым маслом. И несколько веточек свежего розмарина. А за розмариновой кислотой охотятся все биохакеры мира. Ведь розмариновая кислота обладает мощным антиэйдж-эффектом. Поэтому смело добавляйте к мясу, к рыбе, к овощам и даже добавляйте к воде. Да-да, это очень вкусно. А мы отправляем батат в духовку запекаться на 25 минут. А мы приготовим сальсу. Для этого порежем овощи кубиками примерно 1 см. Помидоры черри, красный лук, перец. И дальше порубим семень. Красный лук, как и все фрукты, овощи, ягоды фиолетового цвета, богат антоцианами. Они помогают повышать целостность кишечного барьера. Ведь когда он нарушается, мы сталкиваемся со многими заболеваниями. В том числе снижением иммунитета и увеличением веса. А это нам совсем ни к чему. Теперь один зубчик чеснока. Половину своей жизни она провела. Красавец чеснок. Но жизнь ее была долгой и здоровой. И добавляем кинзу. Кинза обладает отличным успокаивающим действием. И улучшает качество сна. Так что если у вас проблемы со сном, обязательно добавляйте ее в свой рацион. Берем половину сока лимона и выжимаем его прямо в миску с овощами. Немножко перца. И капелька оливкового масла. И дадим ей немножечко настояться. Вкусное, полезное, ароматнейшее блюдо готово. Осталось его красиво засервировать. Невероятно вкусное, сочное и полезное блюдо. Приятного аппетита! Утенок табака с гарниром из фасоли и орехов. Оригинальный формат со вкусом пользы. Для блюда нам понадобится стручковая фасоль, кедровые орешки, масло кхи, соль, перец и утенок табака в маринаде. Для начала убираю этикетку. Теперь нужно зубочистый проткнуть упаковку в нескольких местах. Обязательно это делать только в верхней части упаковки, но чтобы маринад не вытек наружу. Теперь размещаем на противне и отправляем в духовку. Два часа на 180 градусов. Готовьте с пользой и удовольствием. Блюда из утенка «Озерка». Они отлично подойдут для повседневного обеда и праздничного стола. Мясо утенка легко и быстро готовить. А железо, хром и омега-3 в его составе сделают здоровыми кожей и волосами. Озерка. Вкус настроения. Я предлагаю приготовить гарнир. Размем два зубчика чеснока, раздавим его хорошенечко ножом и измельчим. Это один из моих любимейших гарниров. Очень быстро, очень полезно и для меня безумно вкусно. Чеснок, между прочим, идеальное средство для похудения. Добавляйте его побольше, если хотите сохранить фигуру. Немного топленого масла отправляем разогреться на сковородку. И туда же отправляем чеснок. Топленое масло – это жидкое золото. Его польза в том, что оно не содержит казеинолактозу и подходит всем людям, даже тем, у кого непереносимость молока. Я рекомендую готовить все блюда только на топленом масле. Особенно в зимнее время года. Потому что в холода нам нужно промаслить себя изнутри. Никакой крем не сделает вашу кожу столь сияющей, как ценные жиры в рационе. Чеснок подрумянился, и мы отправляем на сковородку стручковую фасоль. Помним, нам ее нужно лишь с ней капли пустить буквально пару минут. Иначе она потеряет ценность своих слов, ну и просто станет жесткой и не вкусной. Зеленая фасоль – еще один ценный источник белка и клетчатки в нашем рационе. Очень доступная, ведь она есть в каждом магазине. В каждом из нас живет порядка 2,5 килограммов бактерий. И вообще их самая главная еда – это как раз-таки клетчатка. И когда эти бактерии эту еду не получают, соответственно, мы выращиваем внутри себя динозавров и патогенную флору. Поэтому мы часто болеем, тянемся к сладкому, мучному, к углеводам, имеем депрессию, апатию и повышение веса. Столько вес по вкусу. Ну что ж, гарнир готов. Осталось дождаться, пока приготовится утенок, и приступить к сливировке. Вот он, утенок табака на подушке из зеленой фасоли с обжаренными кедровыми орешками. Великолепно! Котлеты из индейки, запеченные в духовке, с пюре из горошка, с мятой. Такая пюрешечка с котлеточкой будет залогом здоровья и стройности. Для блюда мне понадобится зеленый горошек, соль, мята, сливочное масло и котлеты из фарша индейки. Пусть главное место в вашем рационе займет индейка Индилайт. Яркий, насыщенный вкус сочетается с невероятной пользой. В 100 граммах индейки содержится 20 граммов белка и всего 2,5 грамма жира. Индилайт в пользу счастья! Давайте готовить! В котлетах уже есть все необходимые специи. Мы просто выкладываем их в форму для запекания и отправляем в духовку. 20 минут 180 градусов. А мы переходим к пюре из горошка. Воду нужно вскипятить, посолить и в горячую воду добавляем горошек. Главное достоинство горошка в высоком содержании растительного белка. По своим свойствам он близок к белку в мясных продуктах. Растительный белок очень важен в холодное время года. Он выходит на первые позиции. Это все бобовые и некоторые злаки. Например, фасоль, стручковая фасоль, нут, марш и так далее. Вещества, содержащиеся в зеленом горошке, способствуют росту и укреплению мышечной ткани. А также улучшают обмен веществ. После закипания варим горошек буквально пару минут. Очень важно его не передержать, потому что потом он станет жестким и потеряет свой яркий зеленый цвет. Поэтому следим 2 минуты. Пока горошек закипает, я нарежу мяту. Итак, горошек закипел. Выключаем. Оставляем немного жидкости, в которой варился горошек. Она понадобится нам, если пюре окажется слишком густым. Остальное сливаем. Добавляем в сортейник горошек. К нему мелко нарубленную мяту. Сливочное масло. Возьмем где-то треть. Сливочное масло. Это бесценный источник жиров. Но только не жарьте на нем ничего. Для жарки лучше использовать топленое масло. Осталось пробить горох блендером в пюре. Поехали. Нужно еще чуть-чуть водички. Вот для этого хорошо сохранить жидкость, в которой варился горошек. И также можно подсолить, если чувствуете, что пюре недосоленное. Осталось достать котлетки из духовки и заняться сервировкой нашего блюда. Прекрасные котлетки. Именно белки животного происхождения должны составлять основу рациона, как взрослого, так и ребенка. На белки животного происхождения должно приходиться 70% от всего нашего рациона. Особенно для детей. Индейка – потрясающий источник белка. Красота. Приятного аппетита. Женина из индейки. Убираем усыпедку. И делаем несколько проколов зубочисткой сверху. Выкладываем на противень. И отправляем на час в духовку на 180 градусов. Переходим к плову. Вместо риса у нас будет цветная капуста. Ее соцветие нужно натереть на крупной терке. Да уверена, такого вы еще не делали. Кроме того, что цветная капуста богата клетчаткой, она содержит вещества, обладающие противовоспалительными свойствами. Когда мы снижаем вес, огромное количество токсичных веществ наконец-таки нас покидает. И нашему организму нужно помогать их выводить. И как раз-таки в этом нам прекрасно помогают все капустные крестоцветные. Вот такие висенки получились. Еще можно разобрать цветную капусту на соцветие и пробить ее в блендере импульсными движениями. Но, мне кажется, на терке тоже получилось очень интересно. Теперь мне нужны пара зубчиков чеснока и головка лука. Я их мелко порублю и обжарю на кокосовом масле. Практически в каждом рецепте у меня лук и чеснок, потому что это главные зимние овощи. Они препятствуют образованию слизи. Это столовую ложку кокосового масла. Сначала слегка подрумяним чеснок, а потом отправим к нему весь лук. Нам достаточно, чтобы чеснок отдал маслу аромат. И отправляем на сковородку лук. Подрумянился лук с чесноком. И сейчас на сковородку отправляем цветную капусту. И сейчас мы добавляем сюда куркуму, зиру и соль по половине чайной ложечки. Куркума придает не только красивый цвет блюду, но еще это отличный природный антиоксидант и иммуномодулятор. Все специи обладают уникальными свойствами. Например, куркума не только окрашивает блюда в красивый золотой цвет, но и действительно омолаживает вас с каждой щепоткой. Кардамон, кстати, нивелирует негативные действия от кофе. Если вам тяжело отказаться от кофе, не отказывайтесь. Просто добавляйте щепотку кардамона. Он будет поддерживать ваши надпочечники и снижать стресс. Сейчас мы ее перемешаем. Вот какой получается чудесный цвет. Аппетитный. И ароматный. Такую еду есть сплошное удовольствие. Вообще ошибочно думать, что для того, чтобы похудеть, нужно ничего не есть. Вас неизбежно накроет чувство голода, и вы точно заточите что-нибудь сладенькое, мучное, но в общем ненужное. Поэтому лучше хорошо и правильно приготовить основное блюдо, и после этого у вас будет полное чувство насыщенности. Вы будете заряжены необходимыми микроэлементами, макроэлементами, и будете полны энергии. Согласитесь, реально похоже на кофе. Осталось нарезать петрушку и добавить ее к овощам. Важно добавить петрушку в самом конце, чтобы она не потеряла цвет. Гарнир готов. Осталось дождаться готовности буженины, достать ее, нарезать и красиво сервировать. Худейте вкусно и с удовольствием. Приятного аппетита! Это была программа «Ешь, готовь, худей». Полезная еда может быть вкусной, а сбросить ненужные килограммы, не отказывая себе в шикарных блюдах, очень просто. Через неделю подготовлю для вас новую порцию ПП. Пока! Субтитры подогнал «Симон»